Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Во всех своих видеоматериалах, которые касаются домашнего алкоголя, я нещадно топлю именно за приготовление домашних напитков. И причиной этому является не только то, что я продаю оборудование для приготовления этих самых домашних крепких напитков. На самом деле, увлекаться винокурением я начал задолго до того, как приступил к продаже и разработке оборудования для дистилляции и ректификации. На самом деле, я совершенно твердо для себя определил, что любой домашний напиток значительно лучше, в первую очередь по последствиям, он значительно меньше вреда приносит нашему организму, чем даже самый хороший напиток, приобретенный в масс-маркете. В интернете есть огромное количество видео, некоторые из них научно обоснованные, некоторые конспирологические, но в общем и целом все сводится к тому, что большинство напитков, которые продаются в масс-маркете, изготовлены из спирта, полученного либо из древесины путем гидролиза, либо же полученного из нефти. Соответственно, эти напитки, помимо привычного и так желанного нами опьянения и наслаждения вкусом алкогольным напитков, приносят огромный вред организму. Конечно же, я, как и все здравомыслящие люди, утверждаю, что лучше совсем не пить, чем пить много. Тем не менее, я люблю алкоголь, я люблю готовить для себя, для своих друзей вкусный алкоголь. В частности, я приготовил потрясающий дистиллят из пшеничной муки, хотел сделать пшеничную водочку, а в результате все это растянулось, приготовление дистиллята, облагораживание его дубом и получился офигительный просто напиток. Видео об этом есть на канале. А сегодня у нас обзор. Обзор дистилляционной колонны, которая называется Magnum Spirit и предназначена для дистилляции фруктовых и зерновых дистиллятов. Конечно же, ссылочку на наш интернет-магазин, там, где можно приобрести данную колонну, вы найдете в описании ролика. Также в описании ролика будет ссылка непосредственно на данный товар. Хочу вам заметить, что так как колонна имеет медную царгу, то к этой колонне в подарок вы получите вот такое вот средство для чистки меди от украинского производителя Hot Rod Distillers. А при покупке аппарата с кубом вы получите также бесплатную доставку и пачку дрожжей на 100 литров браги от того же Hot Rod Distillers. Помимо этого, хочу вам напомнить, дорогие друзья, что интернет-магазин Craft Store это один из самых крупных в Украине супермаркетов, интернет-супермаркетов, товаров для домашнего крафта. Итак, мы говорим о медной дистилляционной колонне, которая предназначена для работы с фруктовыми и зерновыми дистиллятами. И именно поэтому в комплекте идет полуметровая медная царга и набор регулярной проволочной насадки, из которых мы можем свернуть 5 пыжей для заполнения этой царги. Для чего нужна медь в винокурении и почему именно медь лучше использовать при приготовлении фруктовых и зерновых дистиллятов, вы можете узнать, посмотрев мое видео, которое я снял специально на эту тему. Вот здесь, вот сейчас в правом верхнем углу будет подсказочка. А мы с вами давайте разберемся с комплектом поставки колонны, после чего попробуем ее собрать и я расскажу, как это правильно сделать. Итак, комплект поставки Купер Спирит входит медная царга длиной 500 мм, диаметром 43 мм. И также мы комплектуем нашу колонну вот такой вот регулярной проволочной насадкой, которая называется Панченково, из которой можно свернуть 5 пыжей, соответственно, которые будут служить насадкой в царге и способствовать укреплению нашего напитка. Далее, друзья, колонна комплектуется дефлегматором Димрота с быстросъемом и игольчатым клапаном для сброса и регулировки напора воды. Узлом отбора с краником отбора, игольчатый краник отбора для точной регулировки. И также узел отбора многоточечный, его еще называют узлом Селиваненко, который обеспечивает максимально качественное смачивание насадки и совершенно исключает то, что какая-то верхняя часть колонны у вас не будет работать. Также узел отбора оснащен портом под термометр. Термометр входит в комплект. Сейчас его туда засунуть. Вот таким вот образом, после чего можем зажать вот эту вот гаечку. Термометр короткий. И тут еще одна фишечка. Узел отбора мы сконструировали таким образом, что флегма не попадает на термометр. Мы измеряем температуру именно в паровой части колонны под узлом отбора, что дает нам значительно более высокую точность. Также колонна комплектуется необходимыми хомутами, силиконовыми прокладками, которые служат для уплотнения, до охладителем готового продукта с двумя быстросъемами, носиком связи с атмосферой и шлангом для подключения всей этой прелести к водопроводу. Также, как я уже говорил, в подарок к колонне Купер вы получите упаковку средства для чистки меди. Мы позаботились о том, друзья, чтобы вы получили оборудование в максимальной комплектации и вам ничего не пришлось докупать, ну или почти ничего не пришлось докупать для того, чтобы провести свою первую дистилляцию. Что бы я рекомендовал докупить? Так это один из видов попугаев. У нас их есть много модификаций. Это устройство для непрерывного контроля крепости в струе. И также рекомендовал бы купить комплект ориометров АСП-3. Я специально взял вот такой вот комплект ориометров. Это китайские ориометры. Они в пластиковом чехле. И вы не поверите, я не рекомендую вам покупать такие ориометры. Они у нас есть на сайте. Я рекомендую покупать ориометры в отдельных картонных или пластиковых тубах, потому что они более точные. Хотя вот этот вот комплектик, он такой более интересный. Тут есть термометр. Но практика показала, что вот этот вот комплект в синей коробочке, что-то он врет, короче. Что-то он врет. Я им пользуюсь. И я вот несколько раз перемерял своим стандартным комплектом ориометров. Мне они кажутся более точными, более вызывающими доверие. А сейчас, дорогие друзья, я начну собирать оборудование и буду вам постепенно о нем рассказывать. В комплект также входит фум-лента, с помощью которой вы можете уплотнить, вернее, вам необходимо уплотнить вот этот вот краник. Все оборудование имеет скламповое соединение размером 2 дюйма. Это у нас 64-е хомуты. И, соответственно, к кубу это все тоже крепится на 2-дюймовом хомуте. Если у вас нет куба или куб с другим креплением, у нас есть вот такие вот переходники под фланцевое крепление. И также есть вот такие вот врезные переходники, которые можно врезать в крышку любой емкости, совершенно любой, собственно говоря, для того, чтобы перейти на кламповое соединение 2 дюйма. Также есть переходники на 1,5 дюйма. Надо так красивенько собрать. Конечно, удобнее его собирать, когда оно все стоит на кубе. Соответственно, саму насадку я сейчас резать на видео не буду. Режется она обычными ножницами, сворачивается в плотненькие пыжи и помещается в медную царгу. Вот у нас колонна практически собрана. Главное сейчас не на рукожопить и все не испортить. Свою практику винокура, конечно же, как и многие коллеги, я начинал с оборудования, которое на фланцевом соединении. Ну и в результате постоянно сейчас радуюсь, что человечество изобрело такую классную штуку, как ламповое соединение. И вот у нас колонна Spirit Cooper в сборе. Не красота ли? Соответственно, шланги подсоединяются на быстросъемном соединении. То есть тут все просто. И хотел бы рассказать, как организовывается подача воды в данную колонну. Из шланга, который у вас входит в комплект, необходимо отрезать вот такую вот петельку, с которой мы соединяем верхнюю часть до охладителя и вход в дефлегматор. Ее, конечно, можно сделать и меньше по размерам. У меня просто была готовая. Я не резал. В нижнюю точку до охладителя подается холодная вода. Далее через перемычку вода подается из до охладителя в дефлегматор Димрота, на выходе которого стоит краник, точный игольчатый краник для регулировки потока, для того, чтобы вы могли отрегулировать очень точно напор воды и удерживать точную температуру на выходе. И несколько слов я хотел бы сказать о преимуществе данной колонны. Конечно же, это оборудование с узлом отбора по жидкости, которое, я считаю, значительно лучше и значительно лучше подходит для домашнего использования, чем любое оборудование с отбором по пару. И вот почему. Все дело в том, что, используя оборудование с узлом отбора по жидкости, мы не зависим от напора воды и практически не зависим от подаваемой мощности. То есть у нас допускается в таком варианте сборки, в таком варианте работы, перепады в напоре воды до 20-30%, которые не отражаются на качестве продукта, и перепады в мощности, которые у нас часто в электросети бывают, а греем мы, как правило, все это на электричестве, до 10% практически никак не отражаются на качестве продукта. Как же проводить дистилляцию с укреплением на данном оборудовании? В первую очередь надо порезать насадку, свернуть ее в пыжи и заполнить царгу. Очень желательно царгу утеплить. Несмотря на то, что это такое красивое медное изделие, ее надо утеплить. И вот по какой причине. Все дело в том, что пары спирта поднимаются вниз, и если мы не утепляем царгу снаружи, то она действует как большой холодильник. Соответственно, половина или даже больше пара не доходит до дефлегматора, а конденсируется на стенках царги, которая контактирует с окружающим воздухом в помещении, и стекает вниз, не участвуя в тепломассообмене. Наша же основная задача довести все пары до дефлегматора, сконденсировать их, и часть их в качестве флегмы вернуть на орошение насадки, а некоторую часть отправить в узел отбора уже укрепленного дистиллятора. Часто в комментариях и в фейсбуке вы задаете вопрос, как рассчитать количество отбора. Смотрите, друзья, есть упрощенное правило. Конечно же, флегмовое число рассчитывается значительно более сложно, но есть упрощенное правило. Один киловатт энергии, подаваемой в куб, испаряет около пяти литров спирта, если быть точным, 4 литра 960 миллилитров. Вот из этих пяти литров спирта, из одного киловатта энергии, мы можем смело себе позволить отбирать один литр, то есть одну пятую часть. Тогда флегмовое число у нас будет равняться четырем. Это нормальное флегмовое число для таких операций, как дистилляция с укреплением или же ректификация. Для ректификации лучше чуть повыше 5-6. Как считается флегмовое число? Смотрите, допустим, мы подаем в куб 1 киловатт электроэнергии, испаряем 5 литров спирта и отбираем 1 литр из них в отбор. 4 минус 1 равно 4 разделить на 1, получается 4. То есть флегмовое число у нас 4 условно. Если мы подаем 2 киловатта, соответственно, испаряем 10 литров спирта. И можем отбирать, как я уже сказал, с каждых 5 литров 1 литр. То есть с 10 можем отбирать 2. 10 минус 2 равно 8. 8 разделить на 2 равно 4. То есть тоже у нас получается флегмовое число 4. Более быстрый отбор я бы не советовал. Мощность же у нас регулируется, вернее ограничена пропускной способностью колонны. В данном случае для этой дистилляционной колонны будет достаточно рабочей мощности около 1,5 киловатт. Больше она просто не получится, а следовательно мы получим захлеб. Больше она просто не пропустит. А следовательно мы получим захлеб над узлом отбора. Также несколько слов хотелось бы сказать о основных правилах дистилляции. Потому что если вы смотрите это видео, то наверняка вы еще не профи и готовитесь провести свою первую дистилляцию на аппаратах колонного типа. В общем и целом, в очень крупных чертах, процесс у нас выглядит следующим образом. Мы установили колонну на куб и в куб залили фруктовый или зерновой спирт-церец. Далее начинаем нагревать куб до того, как вот здесь вот в узле отбора начнет повышаться температура. Как только началась повышаться температура или если мы хотим это заранее при достижении в кубе температуры 75 градусов, мы закрываем краник отбора, он у нас должен быть полностью закрыт и подаем воду в систему охлаждения колонны. После того, как мы видим дефлегмацию вот в этом вот диоптре, то есть когда со спирали начинает стекать флегма, мы уменьшаем мощность с разгонной до рабочей. Разгонять можно и на 3 киловаттах, чтобы было быстрее, а рабочая мощность для данного оборудования, как я уже сказал, около полутора киловатт. Далее, друзья, мы краник отбора не открываем, ждем минут 10 и после этого регулируем температуру вот этим вот игольчатым краном на выходе из дефлегматора, чтобы температура воды была 35-40 градусов. Да, именно должна вытекать горячая вода, потому что очень многие начинающие винокуры пускают воду по максимуму, они думают, что мы по максимуму сконденсируем и все у нас пойдет хорошо. На самом деле все пойдет плохо и я объясню почему. Если у нас дефлегматор очень холодный, на самом деле 50 градусов температуры дефлегматора достаточно для того, чтобы конденсировать 70-градусный или 77-градусный пары спирта. Но если у нас дефлегматор ледяной, то флегма у нас охлаждается очень сильно и в колонну попадает, ну опять же таки, ледяной. И вместо того, чтобы начать переиспаряться уже в самой верхней части колонны, флегма проходит холодной какую-то часть колонны и пара ее за это время только успевает нагреть. Соответственно, если мы делаем очень холодную воду, то мы выключаем какую-то высоту колонны с верхней части из процесса тепломассообмена. Соответственно, у нас получается хуже очистка и хуже укрепление. После того, как мы стабилизировали колонну, настроили температуру воды, ждем еще 5 минут. Мощность мы уже не трогаем. То есть подаваем мощность, регулировку Т на либо же газовую плиту свою, либо электроплитку не трогаем до самого окончания отбора. Настройку воды также не трогаем. После настройки, после стабилизации, мы управляем колонной только краном. Откручивая кран отбора, игольчатый кран отбора, мы настраиваем отбор голов. Обычно это делается в размере 10% от абсолютного спирта, залитого в куб, со скоростью примерно 200-250 мл в час. Некоторые говорят, что 180 мл в час, некоторые 150. Я же считаю, что для дистилляции с укреплением 200-250 мл вполне нормальная скорость. И отбираем, это будут такие достаточно быстро капающие капли, отбираем с этой скоростью положенное количество голов, которые нам необходимо отобрать. После чего проводим вторую настройку отбора и настраиваем скорость отбора уже тела продукта в отдельную емкость, емкость сбора тела со скоростью примерно 1,2-1,3 литра в час. После того, как мы настроили скорость отбора продукта, мы фиксируем температуру, записываем температуру на вот этом вот термометре. И когда мы отобрали уже 70-80% спирта, мы начинаем особо внимательно следить за температурой на этом термометре, она начинает расти. Как только температура начинает расти, мы уменьшаем скорость для того, чтобы стабилизировать колонну и вернуться к первоначальной температуре. Так может происходить несколько раз до того момента, как вы придете практически по капельному отбору. На этом этапе стоит останавливать отбор. После чего, если у вас есть желание отобрать хвосты, которые могут пойти в следующую перегонку, в следующую брагу для перегонки ее в спирт-сырец, либо же хвосты еще часто используются для подготовки дубовой щепы или дубовых кубиков, меняем емкость, полностью откручиваем кран отбора и отбираем, соответственно, причитающиеся нам хвосты, используем их по назначению. После чего отключаем нагрев и только через минуту отключаем воду. Не лишне будет напомнить, что все оборудование после перегонки достаточно горячее, и поэтому сразу же его руками не хватаем, потому что можем обжечься. Также, друзья, хочу сказать еще раз, акцентировать внимание на том, что несмотря на то, что эта медная царга очень красивая, ее жизненно необходимо утеплить. Также жизненно важно ни в коем случае не перекрывать ничем, никакими трубками, никакими заглушками верхние трубочки связи с атмосферой, потому что все это может привести к неконтролируемым последствиям, взрыву оборудования и порче имущества, конечно же. И в заключении, дорогие друзья, я хотел бы попросить вас написать в комментариях, какой бы напиток, приготовление какого напитка на данной колонии вы хотели бы увидеть на канале. Также хотел бы вам задать вопрос, мне наконец-то приехала наша джин-корзина, я уже с ней работал и несколько напитков показывал. Также напишите в комментах, какой напиток вы хотели бы, чтобы я приготовил для вас с помощью этой джин-корзины. А на этом у меня все, дорогие друзья. Обязательно подпишитесь на канал и оставайтесь с нами, ведь мы с Ларисой готовим для вас не только вкусные алкоголи, но также сыры, колбасы и вкусные закуски. Конечно же, закуски. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу данного оборудования, также пишите их в комментах. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Всего доброго, пока.